Ну вот, дорогие наши подписчики и наши зрители нашего семейного канала, я хочу показать вам то, чем мы занимаемся в свободное время, когда не отдыхаем и не путешествуем. Я хочу вам показать свой огород. Вот почему мы не ездим никогда отдыхать летом, потому что, как видите, работы у нас очень много. Вот это у меня земляника, сорт Барон. Конечно, хорошо цветёт в этом году. Конечно, всё запоздалое, всё запоздалое. Намного всё позже по сравнению с прошлым годом. Ну вот, сейчас... А тут у меня посажена моя клубника. Это усы. С весны были посажены. Они тоже, конечно, цветут, но это усы. Первый год, только-только. Ну а тут уже у меня старые кусты. Тут четыре сорта. Тут уже отцвели многие кусты. Но цвела и цветёт ещё хорошо очень клубника. Я думаю, что в этом году будет очень много у нас клубники. Насажала я её много. И приходится, конечно, много работать на участке. Ну, куда деваться. Зато вроде как всё своё. Ну, а тут плавно перехожу к своей картошке. Картошку мы сажаем не очень много. Ну, вроде картошка тоже неплохая. Сейчас середина июня. У многих вообще картошка, я смотрю, только-только всходит. У нас вроде картошка неплохая. Вот тут у меня ещё одна грядка. Четыре сорта. Сорт Соната. Юнион, крымский сорт. Хорошо цветёт, но очень много уже завязок, где завязалась ягода. Потом Королева Елизавета. И ещё, по-моему, какой-то сорт Юнион. Нет, я извиняюсь, Юнион это есть крымский кувей. Нет, нет, неплохо цветёт. Неплохо, очень хорошо цветёт, более буйно. Потому что кусты у нас, как видите, очень высокие. Очень мощные кусты. Высокорослые. Цветоносцы высокие у нас. Они у нас... Нет, потом по тяжести клубника очень крупная. Особенно и Королева Елизавета, Соната. Не, неплохая, конечно, клубника и Юнион, крымский сорт. Но... Так, плавненько сюда я перехожу. Тут тоже картошечка у нас посажена немножко. Но эта картошка позже, наверное, дней на 10 посажена. Тут разработали кусочек. Ну и вот я хочу показать вам свои помидоры. Шесть сортов посажено. Начинают свисти. Вот такие вот большие, высокие... Как говорится, колья забиты в середине этой грядки. Потому что тут будут очень высокорослые помидоры, которые будут достигать высоты метр восемьдесят. И даже до двух. А все вот эти шпагаты, они у меня тоже висят. Вот мне не нравятся. Все-таки более устойчиво, когда... Помидор привязан именно как... К этому... Калу. И держится очень хорошо. Хорошо под крупноплодные помидоры. Тем более они ломают ветки. Вот. И поэтому вот такие у меня подставки. Помидоры у меня всегда каждый год бывают очень хорошие. Вот. Зацветают они только. Ну цветут, но еще не так обильно. Еще не так обильно. Но даже уже есть кое-где и зависть помидоров. Потому что все очень поздно. Была весна очень холодная. Очень холодная. С огурцами у меня тоже. Вот сейчас я перехожу в теплицу. С огурцами тоже взять, что середина июня. И вот такие огурцы. Это, конечно, для меня позор. Ну, я как посмотрела, то у многих так. Очень холодный май был. Вроде бы и посадили. Так, как сажали. Вчера подвязала. Но только-только вот сейчас они пошли в рост. Ну вот я вам показала. Дальше я вам в продолжении уже покажу, какие будут у меня огуречки, помидорчики. Какой урожай будет у меня клубники. Ну, а там дальше у нас участок. Просто там у меня гуляют мои курочки. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Вот они бегут. Вот давайте попозируем, красавицы. Давайте-давайте попозируем. Пусть на вас посмотрят, какие вы у меня хорошие. Вот, так что им свобода. Вот надо просить. Да-да-да, мои кокочки. Вот, 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 вот. Пец мой липецкий. Ну вот, пока я на этом закончу. Будет продолжение. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова